Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, которые были в Потеряевке с 91-го года. Староста записал Игорь Барабаш. Бывают оборванные, но все равно тут много сказано, тематические. Итак, тема была «Любовь к овцам». Любовь к овцам. Желая человека держать нас во свете, Бог повелевает через рвов своих. Учить народ постоянно. Второзаконие 11.19. Второзаконие 11.19. «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь». Христос трижды вопрошает Петра о главном, о движущем стимуле любви. И если у тебя есть любовь, то что? Идеи прав на службу? Конечно же нет. «Паси». Слово «паси» на каждое признание в любви. Если сегодня после вступления в должность священники так и не становятся пастырями, пастухами, овец и ягнят, то значит, что любви не было и нет признания в том, чего не сподобился. «Люби и паси, люби и сохраняй овец моих, люби и доведи этих овец до обителей небесных без потерь и повреждений. Будь мудр, спаси себя и овец». Премудрость 8.8. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешения загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен. «Не поленитесь прочитать эту главу Соломона до конца, хотя бы раз. Вот сейчас же, чтобы сделать вывод, что сегодняшнее состояние пастыря даже отдаленно не сподобляется быть похожим на то, чтобы их называть мудрыми. Они только кадилом машут, вокруг народа ходят, гуртуют их в средину от стены, и народ крутится вслед кадила. «Религия обряды мрака», читая 12 евангельских отрывков в Страстной четверг, и ничего-то народ не понимает. Да почему бы по-русски-то не прочитать народу Евангелия? Да почему бы просто вне алтаря прочитать, лицом к народу повернувшись? И проповеди в помине нет, отстояли и пошли. «Религия мертвого состояния, и поле храмовое, полное сухих костей. И столько лет эта литургия кошмарной длится на Руси!» 1 Тимофея 4,16 «Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя». Если бы сегодня могли поговорить с монахами, с затворниками, и это место Писания, как бы они прочитали нам? «Если любишь, то иди в затвор, подальше от овец». Разве? «Если любишь, то спрячься от ягнят от малых сих, а то веровавших сокройся на Валаам, чтобы там проповедовали камни. А ты молчал и спасался, без овец, без агнцев, то есть без любви». Почему Златоуст никого так не боялся, как епископов, их властности, жестокости и кровожадности? Почему я об этом говорю? Потому что три раза о любви спрашивает Христос Симона Петра и говорит «паси овец моих, поси ягнят моих». То есть выражение любви в пазбе, ни в чем другом. Здесь больше три раза и об одном и том же говорит. Второй Маковеем 4.25. «Получив от царя приказание, он возвратился, не принеся с собой ничего достойного от первосвященства, а только гнев жестокого тирана и ярость дикого зверя». О патриархе говорит. «Многое изменилось с тех пор, и любое подобное извращение, превращение во что-то иное священного писания служит к собственной погибели этих мудрецов-бородатых» 2 Петра 3.16. «Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». «Сегодня же понимает это совершенно не так. Но если любишь меня, то уйди в монашество и к людям не приближайся. А женщин бойся, как огня из змей лютых. Но потом на исповеди у них будешь вызнавать про интимную жизнь и сему учиться, и яромонах, лишенный радости семейной жизни». Трижды Господь убеждает первоверховного апостола Петра, «Что если ты любишь меня и хочешь эту любовь доказать делом, тогда не в пустыню убегай и не превращайся в Антония Павла Фивейского или в Макария, но паси, паси ежедневно, заботясь о пище, о питье, о здоровье, о сохранности от волков и от болезней ереси. Хочешь доказать, что ты любишь меня, тогда докажи это твоей любовью к моим овцам, к моим ягнятам Агнцам». Эти, только что принявшие крещение, они нуждаются в особой твоей заботе. Ты им проповедуй день и ночь и ответь на тысячи их вопросов, чтобы они были не во тьме, а во свете познания Писания. Овцы – это те, кто давно уже верует. Они тоже многое должны от себя перенять. Им нужно дать более твердую пищу, а не только молоко. Паси их, хотя они будут и не научены, а ты освети их светом любви Христовой, и Дух Святой пусть поможет тебе в этом. Трижды отрекся и троекратным исповеданием в любви врачует тройную язву отступничества. Не сказал, что если любишь, то служи литургию каждый день и храмы строй, храмы с колокольнями, благоугрошай храмы. Но стоит только кому-то пробудиться от сна и начать, согласно Библии, заботиться о ближних и свидетельствовать им из Писания, то тебя тут же захаркают церковнослужители, составят тебе иную биографию. Сферахов 26.25 Разумные мужи бывают в пренебрежении. Тави 4.18 У всякого благоразумного прости совета и не пренебрегай советом полезным. И если в церкви поместно есть хотя бы один пробужденный, возрожденный свыше прихожанин, то священником покоя не будет. 2 Маковейская 14.10 Доколе остается Иуда, не может быть спокойствия. Что значит пасти? Вы пасли когда-либо? Как весной это делается? Сначала нужно собрать, выгнать, осмотреть, чтобы куда попало не забрели, не попортили в огородах. Накормить так, чтобы не объелись. Вовремя напоить и вернуть под кровь. Кто сегодня так заботится о людях, о своей пастве? Как Иаков заботился об овцах Лавана, говорит Златоуст. Бытие 31.28.40 Вот, двадцать лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Волки нападают... Волки, может быть волки? Волки нападают, это моя забота. Отогнать их, сырость в загоне, это тоже моя забота. Вот когда сено сгребает, вот так, это волки называется, длинная куща идет, а волки это животные. 2 Коринфянам 11.28 Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Я должен их всех довести и отдать целыми. Не потерять, чтобы они не утонули, ибо они куда попало лезут бестолковые. И умножить овец. Не можем же мы считать пастьбой то, что люди пришли в храм, и батюшка совершил богослужение, покрапил водой, и люди снова разошлись по домам. Это от силы мы можем назвать трапезой. Но где же пастьба? Пастьба значит научать, кормить духовной пищей, вращивать овечку, осмотреть копыта, где завелись черви. Овечки очень болезненные животные. Каждое утро мы их вот здесь вылавливали, чтобы осмотреть, почему они захромали. Ловили и обрабатывали. Заразных нужно отдельно держать, чтобы они других не заразили. За ягнятыми, если не смотреть, то они все могут быть потеряны. Особенно, когда овцы ягнятся. Да если еще в горах. Сегодня Бог и не задает этот вопрос священникам. Им задают вопрос о том, как сходилам повернуться. Как сделать, чтобы доход был побольше, чтобы отчисления в епархии были посолиднее, чтобы с порошивых овец последнюю шерсть состричь. Иезекииль 34, 2, 3, 8, 10. Сын человеческий, скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели туг и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. А стада не пасли. Стада не пасли. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищу всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя. А овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищу их. 1 Коринфянам 12, 25 «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Он задает вопросы, но они его и не слышат, и к тому не приучены, чтобы тоже сказать другим. Они не знают совершенно, что такое пасти овец, и тем более ягнят. Это означает, что нужно ежедневно вникать в жизнь пасомых. Чем они питаются? Чем занимаются? Больше они Библию читают, или у телевизора проводят время? Чем они занимаются в воскресный день, в будний день? Какие с кем у них дружеские связи? С волками быть может? Слатоуст не раз говорит, что если одна овечка погибнет по вине пастыря, то ему не хватит всей жизни, чтобы рассчитаться за эту потерю. А их гибнут сегодня тысячи, сотни тысяч. Придумали совершенно новую веру. Проходит жизнь, человек не молится, но как только заболел, уже не может даже на вопросы ответить, то родные посылают скорее к за батюшкой, на машине его привезти, чтобы успеть и исповедать, и причастить дорогого безбожника. Главное теперь, чтобы отпеть. И говорят, что мы сделали все, как положено. Правильнее же было сказать, сделали все, как не положено. Ты не веровал, в овчарню Господню не вошел, жил в волчьей норе, в пороках. Так зачем же теперь тебя тянуть к чужому для тебя? Умерли Брежнев, Андропов, Черненко, генеральные секретари, самой лютой, самой человеконенавистнической за всю историю мира партии людоедов. Всех отпели. Такие довольны попы, хоры поют, царство желает людоедам. Пастух должен знать границы своих пастбищ, чтобы с чужими не смешать своих овец. Все на нем лежит. Так какое же отношение ко мне это имеет? А такое, что вот рядом живут твои братья. Мы все пастухи друг к другу. У меня лагерь, у тебя друзья, близкие, знакомые, дочь неверующая, родня еще не знает Бога. Приведи их ко Христу. Расскажи им о спасителе мира, который из-за них страдал. Так делали апостолы. Они шли до края вселенной. Они рассказ разыскивали. Где нет мира, и целым государством приносили мир. На встречи к революционерам, к варварам выходили и усмиряли иногда их лапы. Папы. Папы. Усмиряли иногда их папы. Патриархи. Сегодня нас Господь призывает на свое дело. Пасти нужно и мысли свои новые, которые родились от знакомства с Евангелием. Дай им развиться. Пайси их на доброе пажите Духа Святого. И старым своим мыслям, которые могут принести плоды во Христе. И им дай возрасти. Ты, Господи, все знаешь. Господь в любом нашем состоянии ищет нас и пасет, и кормит, подкладывая лучшую пищу. Осия 11.4. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. 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 Вот эти местоимения прям заглатываешь совершенно. Им. Если не будет любви, то мир закончит свое существование. Погаснет солнце любви, и наступит царство Антихриста. Иоанна 15.13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Спроси себя. Вот столько лет я уже верующий, и чем же доказал свою любовь к Господу. Сейчас занятия идут, и члены общины не все здесь. Почему? Не на работе они, а их нет. Причина в нелюбви к Богу. Меня они ненавидят. У них нигде ни с кем нет евангельских бесед. Спроси себя. Хочешь ли перед людьми в соседних селах, в селах, сказать о Христе? И на каждое слово ответишь ли? Хочу. Если любишь Господа, то ты не будешь сидеть на своих дрожжах, но начнешь двигаться, чтобы тебе можно было измениться. Нужно переменить мысли в отношении ко Христу. Иеремия 48.11. Муав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих, и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Кто не пришел, им что? Не было бы полезно знать это? Или они достигли такой вершины, что вся семья и родственники, все достигли неба благодаря их любви. А вы за них тоже несете ответственность. Сколько раз за лето вы наслаждаетесь божественными словами. А соседи ваши так и не приходят. Сюда собрались поселенцы для того, чтобы славить Бога. Переходить нужно все выше. А один ты никогда этого не достигнешь. Апостолы, если и когда собирались, то делились мнениями, делились теми дарами, какие есть у них. Ты не можешь молчать о том, что Бог дал тебе, чем благословил тебя. Сирахов 17,8 Да прославляют они святое имя Его, и возвещают о величии дел Его. Псалом 65,16 Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Псалом 99,3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Лука 8,39 Возвратись в дом твой, и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил Ему Иисус. Деяние 14,27 Прибыв туда, и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Деяние 15,4 По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью апостолами и присвятерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Присядывали, я об этом говорю, приезжайте из Барнаула, разговора-то никогда нет божественного, ни одного. Деяние 21,19 Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Это Витамин 12,6 Тогда отозвав обоих особо, ангел сказал им, благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте перед всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело благословлять Бога, превозносить имя Его, и благоговейно проповедовать о делах Божьих, и вы не ленитесь прославлять Его. Из некоторых домов здесь сегодня на занятия ни один человек не пришел, и они остались без этой божественной пищи, которую вы сегодня получаете. Ничего удивительного в том, если православные живут нравственно, но когда безбожники живут порядочно, то это вызывает удивление. Им-то это зачем нужно? У них дети заканчивают институты, а у верующих иногда дети бродягами растут по тюрьмам идут. У пожилых верующих есть квартиры, а у некоторых молодых нет места для житья. Почему бы их не пустить на квартиру и бесплатно? Электричество, топливо, ремонт, все отныне платить вдвоем поровну, а за квартиру не брать. Ты же Христа пускаешь, Ему делаешь услугу. Он так нам разъясняет. Я и дом мой будем служить Господу. Иисус Навин 24, 15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, а я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят. Не бизнесу. Если сам платишь за квартиру, сто рублей государству, а с квартиран ты берешь тысячу, то по совести ли, Римлянам 14, 22 Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Вот небольшая тема. Что Бог хочет от нас, ждет. Это потеряевки в первые годы. Такие занятия были. И о которых говорил нет, их никого нету. Они выехали. Они не туда попали. Все. Сейчас закрываем и начнем. Субтитры сделал DimaTorzok